Дмитрий Медведев, Архангельск Частицы этой славы принадлежит и одной из участниц обороны Архангельска Ангелине Ивановне Тарасовой. Хотя когда началась война, ей было только 12 лет, она хорошо помнит о тех событиях военного лихолетия. С самого первого дня очень сильно Архангельск бомбили. Потому что мы еще с Юркой и Лида под кровать, как начнут бомбить, мы под кровать и прятались. Родители были на работе, и она с братом и сестрой спасались как могли. Есть же такая поговорка, что родные стены помогают. Кто знает, может действительно они и хранили ребятишек. Отец же Ангелины Ивановны, преподаватель одного из ПТУ, попав в 1942 году под очередную бомбежку, погиб. Но после этого произошел такой случай. Пришла повестка, папа уже погиб при бомбежке, и повестка пришла из военкомата, что на фронт ее. Пришли, а мама не была мокрая. А Юрка говорит, он в Могилевской губернии. Какой Могилевской губернии? Да папа погиб, говорю, у нас. Нет его уже. Такими горькими шутками молодые люди защищались от войны, от смерти, которая каждый день висела над всеми, кто жил в этом городе. Позже, в 1943 году, Ангелину взяли работать на склады Беломорской флотилии. Трудиться приходилось с раннего утра до позднего вечера, при том, что рацион питания был очень скудным. Например, если мы работали в этой Беломорской флотилии, то давали по 300 грамм хлеба, потом по 500. Давали тюлень и жир. Или там где-то пропадет лошадь, пропадает или чего-ли. Варили и это самое. Давали мясо как, чтобы варить. Да, это было редко, конечно. А так-то большинство мороженое, картошку собирали, супы варили. Где-то перловка крупинка за крупинкой, либо коронка. А так вот, и это самое, крапива. Где-то какой-то месяц карточки потеряли, украли. Так тут совсем было это самое, из кармана. Ума-то еще сколько было. Но сестры, близкие и родные, конечно же, помогали друг другу и были готовы поделиться последним. Общее несчастье объединяло людей, и все жили только одной мыслью. Во что бы то ни стало выстоять и победить врага. Наравне со взрослыми посильный вклад в победу вносили и детям. Мы вот на домах ходили, дежурили, на складах дежурили. Упадет зажигалка, в рукавицы хватаем сразу или в песок, или в воду. Они же небольшие были. Если на крышу упадет, кидали вниз, а там уже внизу другие стояли. На одном дому, ребят, там много было все равно. Все дежурили. Да и взрослые всегда были. Взрослые-то тоже с нами были. Где ли указывали, где чего. Конечно, незабываемым стал день, когда пришла весть о победе. Фашистская Германия капитулировала. Измученные войной люди наполнили разрушенный город смехом и слезами. У всех в глазах светилась надежда, что будущее теперь обязательно будет светлым и счастливым. В Беломорской-то военной флотилии мы на складах, я работаю. Поэтому сходу узнали, сообщили же. И вот, и началось все где. Быстро это проходит. И все сразу бросили работу. Все, сразу собирайтесь на площадь. И все на площадь побежали. Приехать в Наринмар Ангелину Ивановну сагитировала сестра, которая уже с 44-го года работала в заполярном городе метеорологом. И вот летом 50-го года она отправляется ни больше, ни меньше за своей судьбой. В августе, когда на пароходе ехали, на Юшаре, трое суток уютно попадало в эти самые. Когда шторм-то, в лёжку лежали. Тогда же, чего, лететь-то в самолёте? Аннушки летали. А они садились везде, и везде, и там, и по всю побережью. А так оно шло по Белое море, Баренцево, и вот так. Здесь она сразу поступила работать нормировщиком в морской порт. И вскоре познакомилась со своим будущим мужем. Михаил Тарасов работал в порту крановщиком. Сначала собирали краны, потом на них и работали. Они сами собирали вот эти крановщики все. Коля Голубков, Папка Шкрябин, Вокуев Петя, Шарипин Валерко. Он ещё живой. Но он потом ушёл из порта рано. Они вот собирали и это самое, вот Климбов, Криша, эти краны. Вначале на деревянном причале стояли тяжёлые краны-альбатросы. Несущие конструкции однажды не выдержали нагрузки, и краны повалились. Краны упали бы хорошо, упали бы во время обеда. Никого не было. Только краны. И это, не дай бог, если бы на причине туда на воду, это бы вообще всю реку бы закрыло. И там стояло, есть суда, много судов ещё с таким. Горючих. Тут бы взрыв, и вообще бы всё. Потом уже на новом причале были установлены немецкие машины «Гансы», которые работают и теперь. Одним из учителей самой Англины Ивановны в профессии нормировщика стал Юрий Поздеев, отец нынешнего заслуженного артиста России Николая Поздеева. Однажды с ними произошёл такой случай. По работе им как-то надо было идти в район Угольный, где тоже причаливают суда для разгрузки. А темненько стало. Пошли-то по реке-то ближе, чем идти и это обходить. И прямо по реке. И хорошо увидели, вроде как что-то и это самое блестит. И я впервые, я взгляну. Он, Гевелий, стой! Вроде тут это, проху. Снял лыжи, посмотрел. Во, мы, говорит, плавали были с тобой. В 50-х годах морской порт ввёл большое строительство жилых домов. Наряду с гражданскими здесь трудились и так называемые власовцы, бывшие бойцы советской армии по воле судьбы, оказавшиеся в армии предателя генерала Власова. Среди прочих они построили и дом номер 12 по улице Смедовича, где впоследствии и жила семья Тарасовых. Много было их здесь. А они жили сколько лет? Наверное, 4-5 лет жиления. А потом им дали разрешение уезжать. Думаю, многие же здесь пожилились. Они вели себя нормально, работали хорошо. Такого не было, как сейчас много пьянства до шума, спокойно всё было, никаких этих не было, дряться, ничего. 5 марта 1953 года умер вошь народов товарищ Сталин. В чужих грехах мы сходу сознавались, этапом шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили в себе. Когда Сталин умер, вообще реакция была, не знаю, это вообще все плакали. Были очень-очень, и это переживали, и вообще. Но Сталин же был резкий, дисциплина была очень сильная. Опоздаешь, так сразу же, там всего лишали, и то, и всё. Обед был полчаса, так вы бегали. Тогда старый ресторан был, в нём-то было столовая. Была у нас девчата, Светка тоже, они когда-то комик тоже чули. Пока меня насмешат, я в другой раз не успеваю её поесть. Потом быстро-быстро где-то с собой возьмёшь и бежишь, чтобы не опоздать. А бегать она действительно умела, и не только на работу. Показывала отличные результаты в лёгкой атлетике. Младший сын Ангелины Тарасовой Андрей восхищался достижениями мамы и сам, вдохновлённый её примером, стал известным в округе спортсменам. Длина, высота, бег. У меня, по-моему, что-то Андрей говорил, что мои 800 метров ещё и едут. Самое, никто не победил, бегала на сотку и на 800 метров. Заняли здесь, наверное, в Мари, нас послали в Архангельске. В Архангельске второе место заняли, нас и няндом послали. И по лыжам тоже. Однажды после проигрыша в лыжных соревнованиях в няндоме из-за неумения кататься среди больших холмов, их тренер решил наверстать это упущение. Дошли до Деминдовской горе, она же высокая, у нас Петя Воку её был, руководитель, он в порту крановщиком работал. Первый залез на неё, я, говорит, проверю, а потом вы все, нас было пять человек, скатился, и у самого низу там песок, ветер сдул, снег-то, и он лицом веет, всё лицо, говорит, всё, никуда не едем, хохотали. И вот первый проехал, и всё, пришли весь поцарапаны, и все говорят, куда ходили, почему один он побитый. Тем не менее, спортивные достижения были и в дальнейшем, однако главным в её жизни и жизни всего поколения всегда оставалась работа и семья. 50 лет отдала Ангелина Ивановна морскому порту, стала классным специалистом, удостоена многих почётных наград и званий города-округа. А как ветерану войны, ей вручены юбилейные правительственные медали за победу Великой Отечественной. Внуки и правнуки радуют своим вниманием и заботой, а недавнее известие о том, что родному городу Архангельску присвоено звание «Город воинской славы», стало для неё подарком к нынешнему майскому юбилею. Конечно, я обрадовалась, всё-таки вот заслужил столько, когда я это пережил, пережил, перетерпел.